Развитию здравоохранения в августе были посвящены два указа главы республики Егора Борисова. Отдельно там указаны направления развития высокотехнологичных отраслей медицины. Кстати, к обеспечению больницы современным оборудованием подключаются и внебюджетные структуры. Все подробности далее. Территория нашей республики, ее гордость и ее горе. Представьте жителя отдаленного Улуса, которому, чтобы поставить правильный диагноз, нужно ехать в столицу республики. Проезд, проживание. Зачастую люди тратят на это огромные деньги. Да, оснащение центральных учреждений здравоохранения сейчас более-менее на высоте. Кроме того, улучшается оснащение районных больниц, чтобы они служили опорными точками нового здравоохранения. Очень большое значение при этом придается телемедицине. К примеру, экстренные случаи дистанционно уже давно рассматриваются в республиканской больнице номер 2. Но для этого прежде всего нужно оснащение современным оборудованием. Сейчас даже ЭКГ стал цифровым, что позволяет использовать современные каналы связи. Это оборудование закупается в рамках государственных программ развития здравоохранения республики Саха-Якутия, мероприятия внедрения телемедицинских технологий. Но кроме этого отрадно, что есть и программы, и проекты, не государственные источники финансирования. Фонд будущих поколений республики целевым пожертвованием выделил свыше 6 миллионов рублей на приобретение 18 комплектов мониторов суточного артериального давления районным больницам. По условиям контракта поставщик, который определен по итогам конкурса, предоставит также два комплекта принимающего оборудование. Улучшение здоровья населения республики, прежде всего подрастающего поколения, основа основы деятельности крупнейшего благотворительного фонда республики, отметили специалисты фонда будущих поколений.